Рада приветствовать вас на своем канале Сибирский сад Людмила Борисовна. Посмотрим какие сюрпризы приносят нам погода. В этом году нас заливает. Заливает со страшной силой. Почти месяц идут вот такие дожди, при том довольно холодно. Что нам делать в такой ситуации с нашим садом-огородом? Конечно не всем растениям нравится вот такая погода. Сейчас я вам покажу как себя чувствуют растения и что сделать, чтобы нам им немножечко помочь. Вот смотрите, даже картошка у нас хлорозит. Картошка взошла, но из-за того, что ее просто заливает беспрестанно и холодно, даже картошка вот такого желтоватого цвета. Это вот у нас небольшой огородик у родителей. Картошечка, видите, бледная, желтая, еле всходит. Что делать в такой ситуации, чтобы не было вот этого ярко выраженного хлороза? Как нам спасать свои посадки? То есть смотрите, не надо дожидаться и делать все как положено по графику. Один раз прополоть, один раз окучить. Я говорю про картофель. Если вот так нас заливают, то надо максимально часто рыхлить растения. Прям как только есть возможность, как только дождик прекратится, вот эту всю землю, корку разрушаем и рыхлим. Мы свою картошку и баранили еще до всходов, подшевеливали. И вот уже прошли, пропололи и как бы окучили. То есть постоянно, как только есть возможность зайти, надо эту почву рыхлить, нарушать корку, чтобы растение могло питаться. Хлорозит из-за чего? Из-за того, что нет питания, нет дыхания у корней. Они не могут усваивать те микроэлементы, которые находятся в почве. Поэтому придется нам с вами им помочь. То есть один из методов это рыхлить. Второй метод я вам покажу, чем нам придется опрыскать. Несмотря на то, что у нас вот здесь в огороде уклон, но настолько много осадков было. И она, по-моему, пропиталась там, наверное, как минимум на метр. Но такая погодка очень нравится капусте. Посмотрите, капуста, конечно, великолепно растет. Никто ее не ест. Она не горит на солнце. То есть капуста чувствует себя хорошо в такую прохладную и влажную погоду. И, конечно, мы ее тоже подрыхливаем. В отличие от картошки, которая так неважно выглядит, капусточка у нас растет хорошо в такую погоду. Вот томаты. Томаты мы высаживали, вот эта съемка у меня мы высаживали в середине мая. Томаты были неплохие довольно-таки. Вот рассада подросшая. Здесь какой момент? Хорошо, тем более сейчас вот что в дождь, что в солнце. Вот видите, даже вишенка попала и то желтая в кадр. То есть надо обязательно при высадке оставлять широкие междурядья, чтобы все у нас проветривалось, чтобы не было заражений, если вот будет неблагоприятная погода. Томатики мы высаживали неплохие, уже с цветочками в основной массе. Это вот черный помидор с такими листиками характерными. Широкие междурядья. Это препятствует и заболеванию, и ускоряет вызревание, так как достается много солнца нашим томатам. Вот так они выглядели во время посадки. И, к сожалению, вот так их залило дождями, и вот так они, бедненькие, стоят уже несколько недель у нас. Даже калина пожелтела. Пожелтели почти все цветы. Вот мой садик сейчас цветет. Видите, на заднем плане все желтое. Что делать? Для цветочков я развожу. Берется лимонная кислота обычная, с магазинами, железный купорос. И разводим. Одна чайная ложка, только берем пластиковую ложку и пластиковую посуду. Одна чайная ложка лимонной кислоты, одна чайная ложка железного купороса. Все это смешиваем в одном литре воды. Тщательно размешиваем, растворяем и опрыскиваем растения, те, которые хлорозят. Я опрыскала цветы, большинство виноград у меня тоже пожелтело. Либо можно купить готовый хилат железа. Но вот это средство, когда вы разводите сами, получается достаточно выгоднее и на большие объемы вам хватит. Вот томаты. Почему я показываю томаты? Потому что не все томаты хорошо переносят такую неблагоприятную погоду. Вот эти томаты, это иркутская селекция. Они великолепно, я считаю, справились с такой непогодой. Они высажены были также в середине мая, попали под солнце, вот под этот холод, под эти дожди. Они имеют вот такой черно-синие макушки. Ну, это даже, скорее всего, не от холода, а просто такая специфика роста у них. Потому что даже в теплице они вот с такими темно-серыми, синими, что ли, макушками. Но показали себя очень даже хорошо. Растение крепкое. Лист, как вы видите, редкий. Мне нравится в наших условиях именно вот такой резной лист, который позволяет хорошо проветриваться растению. И тоже они из-за этого, ну, не так заболевают. Растут они все одинаково. Видите, раздваивается макушка на две части и растут в два ствола. Сразу же образуются цветочные кисти, то есть у них цветочная кисть. И пошли через пару листиков уже на обоих стволах эти кисти. И завязываются плоды. Учитывая, что сейчас начало плодики уже висят, то есть это довольно раннеспелый сорт. И я считаю урожайные. Они крупные, хорошие. Я вам попозже покажу эти томаты уже, как они будут в росте. Как видите, они все уже в цветочных кистях, то есть эта погода их не напугала. Конечно, при более благоприятной уже были, больше бы завязей было. Ну, что имеем, по крайней мере, они не болеют, потому что у нас у многих сейчас томаты заболели. Увидание листьев идет, то есть листья скручиваются, висят как тряпочки, желтеют и отпадают. Этот томат вполне достойно выдержал холодные погодные условия. Синенький стоит. Ну, вот в отличие от, видите, здесь вот несколько другие сорта, они вот пожелтели, даже пожелтели. Так что томаты отличаются. Тоже выбираем себе, когда оставляем для роста, выбираем те, которые хорошо переносят именно ваши погодные условия. Ну, у нас, допустим, это вот такой залив и холод. Сейчас уже по две, по третью кисть завязи на томатах. То есть, вот буквально за недельку они все подросли и завязали плодики. Это тоже довольно ранний сорт сахарная анастасия. Он в теплице, он и на улице, и в теплице, также примерно растет, как иркутский. То есть, раздваивается на два ствола, только он зелененький и листики немножечко более широкие у него. Вот по шесть кисточки, по шесть плодов у него. Как видите, кисточки, кисточки, кисточки. То есть, тоже довольно быстрая отдача урожая. Нам что надо? Нам надо, чтобы он быстро процвел, быстро завязал и вырастил плоды. Ну, понятно, что в теплице с погодными условиями справляться, конечно, гораздо проще и легче. Но, опять-таки, смотрим, чтобы сорта были устойчивы к заболеванию. Потому что, к сожалению, в этом году, ну, очень у многих, у нас томаты не выдержали и заболели. Прекрасно чувствует себя лук, хотела бы я вам сказать и показать. Тот лук, про подготовку к посадке, которого я вам снимала видео и показывала. Как хранить семена севка, как их подготовить и высадить. Вот перо у него, я повторюсь, это вот съемка была недели две назад сделана. Перо почти полметра. Очень мощная идет зелень. В стрелку лук не пошел. Он весь крепкий, зеленый стоит. И тот, что я высаживала позже на зелень, на перо, тоже довольно сносно растет. Большая масса зелени. Укропчик. Укропчик, конечно, просто бушует. Вот тут буквально под забором остался кусочек непрополотый. Вот он сам себе взошел. Посмотрите, какая великолепная, пушистая, кудрявая зелень. Гораздо, надо сказать, лучше, чем то, что я сеяла рядочками там семян покупных на ранее. То есть он сам прекрасно себе взошел. Растет. То есть вот такая холодная, сырая погода очень даже благоприятствует росту зелени. Зелень растет великолепно. Вот лучок, ой, укропчик вырос. Сейчас самое время его заготовки. То есть я его сейчас соберу и на заморозку. Укроп я предпочитаю не сушить, не солить, а именно замораживать. Я тоже вам показывала. Ну тут сложного ничего нет. Моем, чистим, убираем от грязи, моем, крошим и замораживаем. Вот здесь еще одна грядочка с луком у нас. Это вот у родителей тоже. Видите, он какой хороший. Вот наш укропчик. Я его сорвала. Сейчас помою, почищу, заморожу. Обязательно сажайте зелень. Это не так сложно заморозить. И обратите внимание, уже сейчас готовые у вас будут в морозилке лежать на весь сезон. Очень хорошо пионам. Пионы тоже любят дождики. Учитывая то, что им была дана подкормка, по три, вот даже, видите, по четыре бутона на каждой веточке, пионы уже начали распускаться. То есть пионам погода очень нравится это. Конечно, хорошо малине. Малина любит полив. Ее часто забывают полить, но тем не менее, малина очень любит воду. Поэтому я ее заново подвязывала. Просто бушует малина. Очень хорошо растет крыжовник. То есть урожай чего-то в этом году у нас будет. Итак, друзья, с вами канал Сибирский сад. Да, погода не всегда бывает такая, которая нам нравится. Но смотрим и видим хорошее. Извлекаем пользу. Тем, кому не нравится погода, растениям нашим помогаем. Кому она нравится, тоже помогаем и получаем хорошие результаты. Итак, всем оптимизма, всем хорошей погоды. С вами Сибирский сад, Людмила Борисовна. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok